Во-первых, я хочу поблагодарить программный комитет за то, что мне разрешили открыть эту конференцию, это почетно. Я уже не помню, какая по счету эта конференция, в которой я принимаю участие. В общем, много их было. Предыдущие докладчики, организаторы сказали, почему важна терминология в нашей работе. Еще старик Конфуций говорил, у него была такая присказка, что если имена неправильные, то начинать надо с исправления имен, потому что иначе никакие дела не могут осуществляться. Это касается и того рода деятельности, которым мы занимаемся. К сожалению, за все время существования программного обеспечения как отрасли, вообще отрасли информационных технологий, деятельность, которой эта отрасль занимается, она во многих случаях трактуется превратно, даже не в широком понимании, а в понимании, так сказать, между специалистами. Многие термины имеют многочисленное толкование, а многие термины намеренно или ненамеренно искажаются и в таком искаженном виде входят в наш обиход. Для подобных терминов принято использовать название мифологема. Слово мифологема, если мы говорим о терминах, имеет очень много различных толкований, например, от начала мифологем Юнга и так далее. Мы под мифологемой понимаем некий популярный, социально значимый, искаженный образ действительности, активно участвующий в формировании мировоззрения и поведения отдельных членов социума. Я буду стараться показать на примерах, что такое мифологемы и как они вредят нам в обычной жизни. Наверное, самым поучительным классическим примером мифологем является мифологема, которую вы все знаете. Сначала все спрашивают, а чем мифологема от популярных нынче фейк-ньюс отличается? В основном отличается жизненным циклом. Фейк-ньюс рассчитаны на очень короткий период времени, на ограниченную аудиторию. И, как правило, достаточно быстро всем становится понятно, что эти новости именно ложны. В отличие от мифологем, которые плотно укореняются в сознании, и зачастую очень трудно объяснить окружающим, что тот термин, который они пользуют, он порочен. Ну вот я говорю, самый яркий пример. Но вот кто знает, что вот это вот такое было? Вот это что такое? Ну вот, видите, хорошо, многие знают. Вот и первая наиболее известная мифологема — это мифологема о хакерах. Ну, все мы прекрасно знаем, что хакеры, как явление, появившееся в раннюю компьютерную эпоху, не представляли из себя ничего негативного. Они были, скажем так, неоднозначные, иногда позволяли себе некоторые вольности, но, в принципе, ничего такого чудовищного в хакерах не было. Это были ультраспециалисты, которые знали хорошо как программный код, так и аппаратное обеспечение, и позволяли это им очень быстро исправлять какие-то программные ошибки. А дальше стараниями журналистов, вольно или невольно, хакеры превратились в некое исчадие ада, которые воруют все, что ни по поде, которые невскрываемые алгоритмы вскрывают за пять минут с приставленным к голове пистолетом. Вспомните, известный фильм «Пароль рыба-меч» и так далее. Вот типичный пример мифологемы. Тем более, что мы на примере хакеров можем просто чуть ли не поминутно проследить, как эта мифологема появлялась в средствах массовой информации во времена червя Моррисона-младшего, как это развивалось. То есть это такой идеальный случай для исследования мифологем. Ну, наиболее, наверное, известная и, на мой взгляд, наиболее вредная мифологема – это мифологема о покупке и продаже программ. Она настолько широко укоренилась в массовое сознание, что, вы знаете, есть очень много стран в мире, где за использование нелицензионного ПО дают сорока больше, чем за изнасилование, и убийство вместе взятое. Вот такая вот мифологема. Хотя любому человеку, даже не очень близко знакомому с областью программного обеспечения, понятно, что когда мы кому-то платим деньги за лицензионную копию, мы ничего не покупаем, и он ничего не продает. То есть мы просто получаем права на использование неких программ, с помощью которых наш аппаратно-программный комплекс получает некие дополнительные функции. Это ни книга, ни кусок колбасы, ни автомобиль и никакой другой материальный предмет. То есть никакой покупки и продажи не происходит. Если мы посмотрим вот тут две таблички, это разные подходы к расчету совокупной стоимости владения неким программно-аппаратным комплексом. Если мы посмотрим, то вот в этих процентах цена, затраченная на лицензию, она просто незаметна. То есть когда у нас есть некий программный комплекс, и даже на нем установлено лицензионное программное обеспечение, она мизерная по сравнению с ценой аппаратного обеспечения, со стоимостью обучения персонала, со стоимостью поддержки и так далее, и так далее. То есть всего, что называется, жизненный цикл программного обеспечения. Но каждый, наверное, из работающих в отрасли знает ситуацию, когда вы приходите к начальнику, а он говорит, я вам купил программу, а у вас ничего не работает. Считаю, что если кто-то заплатил какие-то деньги за лицензию программного обеспечения, то все должно работать. А что, собственно говоря? Там установка, обучение, поддержка, ну это же как бы, это же ничего не стоит. То есть вот эта мифологема покупка и продажа программ, она порождает за собой целый ряд мифологем, таких как воробство программ, таких как пираты, и так далее, и так далее. Вот яркий пример. Вот тут, ну мелко, наверное, не видно. Это, между прочим, семиклассник один делал. Вот так глубоко укоренилась эта мифологема. Вот вам, пожалуйста, пингвин с черепом и костями тут, понимаете, бред вот всякий написан, понимаете, как. Вот. Это семиклассник пишет. Вот глубина укоренения мифологемы о том, что программы покупают и продают. И, конечно, подобными терминами в своей работе и в общении между программистами, наверное, пользоваться не стоит. Почему сегодня речь пошла о мифологемах? Как правильно сказал вот Алексей Смирнов, свободное сообщество, оно подобно гармонии. Оно то расширяется, то сокращается. Я на своей памяти много помню таких этапов. Это происходит и вообще в мире, это происходит и в локальных каких-то. Вот сейчас мы имеем локальный период просто обвального увеличения свободного сообщества. И приходят новые люди, которые, в общем, совершенно ничего себе, не представляют, куда они пришли. Они тащат за собой привычные мифологемы. Это порождает недопоминания, споры, расколы в сообществе и так далее. Поэтому доклад этот, в общем, посвящен тому, что не надо неправильно пользоваться терминологией, если мы хотим достичь взаимопонимания и не хотим, чтобы наше сообщество оказалось размытым и разваленным. Все-таки свободное программное обеспечение, ну, тут оно вообще все обросло мифологемами, ровно потому, что многие годы это действительно было непонятно, чего это такое. Сидят какие-то люди в свитерах, чего это там пишут. Все они сплошь хакеры. В общем, они еще и деньги воруют там, подворовывают по ночам и так далее, и так далее. И, конечно, наши доблестные, я имею в виду, мировые средства массовой информации плодили вокруг программного обеспечения свободного мифологема за мифологемой. Я сейчас открываю интернет, какую-нибудь поисковую строку, остатки волос встают дыбом. Господи, что же люди пишут? Это просто что-то страшное. Вот непонятно, откуда сколько свободных программистов. Были нормальные вирусологи, и вот, нате вам, пожалуйста. Вот это вот надо все учитывать. Вот первая мифологема, про нее уже говорили, это о том, что открытое и свободное программное обеспечение, но это, в общем, одно и то же. Ну, некоторые еще, я сталкивался с тем, что, ну, а как, вот мы там купили программу, опять же, купили программу, и нам дали ее исходный код. Это открытое ПО. Я говорю, а по лицензии, что с этим открытым кодом можно делать? Ну, читать его можно. Это открытое ПО, но, естественно, это ПО не открытое. В общем, не стоит смешивать эти два понятия. Авторам этой мифологемы в том, что открытое и свободное ПО – это одно и то же. Это, в общем, мы знаем этого человека все хорошо. Это Эрик Реймонд. Вот он как раз предложил глайдер, который я показывал в качестве эмблемы хакеров. Вот это он первый начал эту чехарду, пытаясь привлечь инвестиции компаний в развитие свободного программного обеспечения. Он придумал это ООСАЙ и пошло-поехало. На самом деле есть одна большая разница. В свободном программном обеспечении мы имеем четыре свободы, в открытом программном обеспечении – три. Вот четвертая свобода – распространять экземпляры переработанной программы с учетом возможных требований наследования нас отличает. Это то, что мы называем копилефт, и это очень серьезно. Хотя вот я зимой тут же выступал на этой трибуне, я рассказывал, какие сейчас атаки предпринимаются на копилефт, потому что, конечно, копилефтные лицензии, а не современным корпорациям, вкладывающим большие деньги в открытое программное обеспечение, им копилефт как кость в горле. Поэтому давайте мы не будем смешивать эти два понятия и всегда помнить, что мы придерживаемся четырех свобод, а не трех. У нас свободным программным обеспечением на одну свободу больше. Ну, вот тоже свободное программное обеспечение не является коммерческим. Ну, навязшие в зубах мифологемы. Вот я просто взял, в Гугле набрал свободное программное обеспечение, там вот третья выкладка. В чем отличие свободного и открытого программного обеспечения? Что большинство открытого ПО распространяется бесплатно. Редкий бред, но, извините меня, это прямо на первой странице выдачи Гугля на русском языке. Вот люди читают, и ну а что, оно бесплатное, понятное дело. На самом деле, свободное, открытое программное обеспечение и вообще любое программное обеспечение, оно может быть коммерческим и может коммерческим не быть. И от лицензии это совершенно не зависит. Это зависит от цели разработки программного обеспечения. Это совсем другая песня. То есть коммерческое программное обеспечение, это программное обеспечение, разрабатываемое в рамках соответствующей специализации бизнеса. На заказ или с расчетом на заранее неопределенный круг конечных пользователей. Заметьте, тут ни слова про лицензию, программного обеспечения нет. Это совсем другое понятие, их не надо смешивать. И в принципе мы знаем, что существует коммерческое ПО, существует домашняя разработка, понятно, что это такое. Там вот в Сбербанке сидит толпа программистов, которые что-то некое пишут для этого самого Сбербанка, никуда этот код за пределы Сбербанка не выползает. Вот это называется домашняя разработка. Это не то, что дома на кухне пишется, а то, что пишется внутри одной компании и не рассчитано на распространение. Есть программное обеспечение, созданное в процессе обучения и в результате интеллектуального досуга. Откуда взялась эта мифологема, понятно, потому что на ранних этапах развития свободного программного обеспечения было очень много университетского софта под свободными лицензиями, хотя сейчас его, к сожалению, становится все меньше и меньше. Этот софт уходит в стартапы университетские, то есть он изначально коммерциализируется, и мы, к сожалению, этот софт в последние годы просто не получаем. Ну, а программы, созданные в качестве интеллектуального досуга, ну, по моим наблюдениям, 99% этих программ выставляются как паблик-домей. То есть они не свободные и не открытые. Это просто выложил человек код и написал, что хотите с ним, то и делайте. Ну, вот тоже мифологема, что свободное программное обеспечение редко используется. Ну, где-то редко используется, да. Есть некоторые области, где оно используется редко. Ну, вот эта табличка, на самом деле, с серверами, она сама по себе мифологема, потому что Apache-то он, в общем, его лицензии весьма спорные в плане свободные. Ну, открытые точно, да. NGICS тоже. Ну, вот это веб-серверы, на которых крутится весь интернет. Вы можете посмотреть, что три четверти оно, в общем, существует под открытыми лицензиями. То есть говорить о том, что свободный софт и открытый софт где-то кто-то редко использует, ну, как бы не совсем справедливо. А с появлением свободных офисных продуктов, в общем, и на офисных платформах, если раньше говорили, ну, да, вот офиса нет, а графического редактора нет, сейчас это все есть, есть под самые разные платформы, и это используется достаточно широко. Ну, вот, опять же, свободное программное обеспечение, ну, оно ничего не стоит. Вот, а давайте мы не будем покупать программу, а возьмем свободную. На самом деле, люди, которые это говорят и делают, они, к сожалению, забывают о том, что я говорил раньше, о том, что существует совокупная стоимость владения, и свободное программное обеспечение по своей совокупной стоимости владения, да, оно всегда дешевле проприетарного ПО, но только на стоимость лицензии. Вот эта разница действительно существует. Мы не платим деньги за лицензию, и поэтому получаем некоторую выгоду в цене, хотя зачастую сам процесс адаптации установки свободного программного обеспечения, обучения пользователей, поддержки и всего остального, это факт, но может оказаться даже и дороже, чем использование проприетарного цена ПО. У всего есть своя цена, и программного обеспечения, которое ничего не стоит, в природе не существует. Не надо обольщаться, хотя сейчас я это слышу про уши рядом, а давайте перейдем на свободное ПО и сэкономим кучу денег. К сожалению, не сэкономим кучу денег, это точно нужно понимать, когда мы обсуждаем вопросы перехода на свободное ПО. Ну вот тоже есть две встречные мифологемы, что свободное программное обеспечение хуже по качеству, чем проприетарное, а есть встречные мифологемы, что оно лучше по качеству, чем проприетарное. И сторонники и то, и другое мифологемы кучу доводов находят, хотя мы в течение ряда лет проводили исследования именно качество программного обеспечения и пришли к выводу, что ни модель лицензирования, ни способ разработки программного обеспечения на его качество не влияет. Это совершенно перпендикулярная вещь. Качественное программное обеспечение можно производить под любой лицензией, так же, как и некачественное. Потому что сами эти исследования, которые мы проводились, они устроен касались модели разработки, но и попутно мы отслеживали лицензирование. Так вот, никакой связи между лицензией и качеством не существует. Ну, вот еще одна мифологема. Сейчас что-то в последнее время она как-то редко встречается. Одно время была жутко популярная, что все свободные программисты это коммунисты. Ну, в общем, там любой ист можно добавить. Там были коммунисты, фашисты, анархисты. Я чего только не слышал. Ну, в общем, всякие разные исты. Хотя, сколько я знаю свободных программных разработчиков, вот среди них одного коммуниста. Знаю точно, у нас один есть. Он такой настоящий просто. Ну, вот он один-единственный. Больше коммунистов не знаю. Среди свободных разработчиков вот один-единственный. На самом деле, это большая неправда, потому что свободное программное обеспечение не может существовать вне существующего лицензионного поля. То есть, приверженцы свободного программного обеспечения, они вообще святее Папы Римского. То есть, у нас требования к соблюдению лицензий даже строже, чем у сторонников проприетарного ПО, потому что вся деятельность свободного программного обеспечения, она зиждется на соблюдении лицензии. А они могут работать только в условиях определенного правового поля, где существует само понятие лицензий и присутствуют механизмы принуждения к ее исполнению. Я тоже вот несколько раз выступал последнее время по поводу автарки в программном обеспечении и говорил, что если мы уберем механизм принуждения к исполнению лицензий, просто исчезнет само понятие свободного программного обеспечения как такового. Потому что там, где не исполняются лицензии, не исполняются и свободные лицензии. Поэтому никаким, конечно, коммунизмом или другим измом в свободном программном обеспечении просто не пахнет. Это еще одна мифологема, от которой, в общем, нам нужно убегать. Ну и, в принципе, резюме. Что такое свободное программное обеспечение сегодня? Ну, во-первых, это по большей части коммерческое программное обеспечение. Совокупная стоимость свободного программного продукта всегда меньше, чем проприетарного, как минимум на стоимость проприетарной лицензии. Мы знаем значительное количество проверенных временем и рынков методов монетизации свободного программного обеспечения. То есть есть масса примеров удачного бизнеса, который базируется на разработке, продаже и использовании свободного программного обеспечения. Это вполне себе где состоявшаяся часть отрасли IT, которая работает. Свободное программное обещание не противоречит авторскому и патентному праву. И тоже я об этом недавно выступал, что СПО сегодня является единственным эффективным средством межкорпоративного обмена передовыми технологиями. У меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Вот, видишь, скомпилировать надо. Это не все так просто. Ох, не убейте друг друга. Жестоко. Да говорите так, мы услышим. Соловьев Олег, базательный СПО. Вернитесь, пожалуйста, к слайду, где семиклассник про пиратство писал. Вот у меня по этому вопрос, по этому слайду возникает. Это действительно мнение семиклассника, или же это результат некоторой проблемы в школе, которая звучит как «есть два мнения, мое и неправильное». Ну, вы же знаете, как в нашей школе. То есть это реальный совершенно случай. Я знаю даже, кто делал эту презентацию пару лет назад. То есть это в седьмом классе школы, которая, так сказать, немножко, скажем так, специализируется на программировании. Они дали школьникам задание написать презентацию по поводу пиратского софта. Вот молодой человек, семиклассник, написал такую презентацию. Вполне себе сам, сам ее картинками снабдил. Ну, а текст, я так понимаю, из той методички, которую им давали в школе. Понятное дело, что это насаждается. Понятно, что это не семиклассник из головы себе придумал. Это его так учат. То есть, получается, пример немножечко нерелевантный. Это следствие того, что это мнение правильное. А за неправильное ему бы двойку оставили и поставили бы на переговоре. Ну, вы же понимаете, что мы все так живем, что хотят, чтобы было два мнения, одно правильное, а все остальные неправильные. Заметьте, я почти уверен, что вот этот семиклассник, который знает такое слово «корпоративное» и «предприятие», он уже понимает правила игры. То есть главный свой экзамен он уже дал. Ну, конечно, его к этому готовят. И потом этот человек будет через несколько лет принимать решение о том, какой софт ставить у себя в фирме. Ну, понятно, какой он поставит, если у него пингвин в, понимаете, пиратской шапке. Вот так готовят проприетарщики себе смену. Это же понятно. Вы помните, сколько в свое время Apple вложил в американские школы, да? Было такое, когда они за буквально копейки поставляли свои ноутбуки и программное обеспечение в американские школы, а когда грянул в Apple кризис, его спасли именно те самые вчерашние школьники, которые выросли на программах Apple. Они уже в то время стали, многие из них, лицами принимающими решение. Они покупали продукцию Apple, хотя она совсем была неконкурентоспособной. И таким образом Apple спасли. Это когда Джобс из него уходил. Был у них такой период. Это известный факт. Вот так готовят проприетарщиков. Мы тоже так должны готовить, на самом деле. Я считаю. Но пока мы в этом плане уступаем. У нас мало таких школ, где бы вот это окно было вместо пингвина тут нарисовано. У меня вот такой вопрос. На мой взгляд, вы только что сами продили одну маленькую мифологему. То есть мне кажется очень спорным, полностью согласен с вашим тезисом, что открытые лицензии не могут. Они только в правовом поле современной лицензии работают. Но ваш тезис, что если убрать принуждение… Свобода – это рабство. Свобода умрет. И вы перед этим, вы сами сказали, что есть коммерчески успешные примеры разработки свободного программного обеспечения, открытого программного обеспечения и так далее. Ну, я, в общем, не понял вопроса. Ну, да. Не кажется ли вам, что ваш тезис про то, что если отменить принуждение… К исполнению лицензии. Да. То они умрут. На мой взгляд, это не единственный двигатель для программного обеспечения. И совсем не главный, может быть, да? То есть, может быть, на куче территорий, мы знаем, где закона нет, как слово совсем. Да. Вот. Open Source существует, программисты работают. Да, назовите хоть одну такую территорию. Ну, на территории, в которой там сейчас находятся, там операция происходит, там много Open Source. Это там, и вот, говорю, там точно не занимались никаким принуждением, ничем, никогда. Есть программисты из Бангладеш, есть программисты из Африки, есть программисты из Уганды, из островов. И, в общем-то, там вот полицейский, может быть, палкой бьет за то, что съедет человека, но больше там никакого принуждения нет. И вот никак это вот как-то вот… То есть, лозунг «Свобода – это рабство» – это, наверное, самое действительно, что здесь прозвучало. И вот надо бы как-то сильно обосновать, может быть, как-то вот прям показать, что, смотрите, вот здесь территория, и вот здесь не заставляли open source, и там все выродились, все превратились в корпоративных программистов, основали Сбербанк, ожерели, умерли, вымерли. Вот видите, оно не живет. Ну, на самом деле, я не знаю таких территорий, я не знаю свободных программистов из Бангладеш, которые живут в Бангладеш, потому что я знаю свободных программистов-банглов, но они, как правило, все живут либо в Штатах, либо в Великобритании. Я не знаю ни одного программного продукта свободного, который вышел бы из Бангладеш, ну вот не знаю. Хотя ничем Бангладеш обидеть не хочу, хорошая страна. То есть, если мы с вами, у меня в одном из докладов, я их, правда, не найду, но у меня в одном из докладов было газоровское распределение свободных программистов по странам мира. И я говорил о том, что, например, есть страны, где колоссальное количество программистов, ну, например, Индия, и откуда мы практически не знаем свободных программистов. То есть, мы знаем свободных программистов-индустов, но из них ни один не живет в Индии. Ровно потому, что для индийского софтверного сообщества идеи свободного программного обеспечения просто не привлекать. У нас кто главные поставщики СПО? Штаты, Канада, Великобритания, Россия, как ни странно, да, у нас достаточно много заметных свободных программистов. А есть страны, где количество свободных программистов практически равно нулю. Ну, я бы не так не утверждал, потому что я вот на гитхабе, когда очень часто встречаю действительно программиста из Индии, хочет засветиться. Он свои лабы все выкладывает, Юпитер-ноутбуки выкладывает, что-то выкладывает. То, что это не дошло до продукта, и он еще не прославился, когда он прославится, он уже будет в Америке. Это второй вопрос. Но утверждать, что вот там… Это первый вопрос, понимаете как. Коллеги, а можно встретиться еще одной мыслью? Мы знаем массу примеров нарушения свободных лицензий, которыми, между прочим, блещут как раз всякие выдающиеся корпорации типа IBM, Intel и так далее, и так далее. И если бы не было механизма принуждения к исполнению свободных лицензий, просто бы эти программные продукты, прекрасно знаете, о которых идет речь, давно бы уже не существовало, по крайней мере, под свободные лицензии. Наверное, сейчас вы хотите сказать про Huawei, который забирает все из опенсорса, премернизирует и выпускает свои продукты, да, и никто его не может заставить, его мощность обеспечена всеми авианосцами. Да, вот вариант. Вот пример хороший, да, верно. Вы знаете фидбэк от Huawei? Я нет. Я его ни разу не видел. Я очень сюда зазывал специалистов с Huawei, чтобы они как раз приехали на эту систему пообщаться. Никто не приехал, нет? Ну, ему это неинтересно. Нет, интересно было. Сказал бы, я бы тоже позвал. Коллеги, я что хотел сказать. Вот дискуссия интересная пошла. Я правильно понимаю, что счетчик на экране соответствует? Значит, мне кажется, что здесь имеют отношение две вещи. Как жить и чего жрать? То есть, с одной стороны, как жить, это по совести или по закону, да, это два разных подхода, которые могут, в принципе, одного и того же человека мотивировать сделать один и тот же поступок, но по совершенно разным причинам. То есть, западный подход — это вот, как это, друзьям все, остальным закон, да? Наш подход, он все-таки ближе к, помним еще, про совесть, вот, а кто и про Бога. Вот. И это раз. То есть, там, по сути, пытаются обмануть теорему о неполнотеформальных систем, да, наворачивая законодательство. У нас, к сожалению, эта болячка тоже есть. Про это можно говорить отдельно, долго не буду. Второе, что мне кажется, вот опять же, примитивно к Бангландеш, Индии и т.д. и т.п., это, собственно, когда человек сидит на инфраструктуре, которая готовилась к грабежу, тех самых Индии и т.д. и т.п., да, у него шансов оказаться, ну, скажем так, на сытом подвале у родителей, как вот у Турвальца, да, в детстве, несколько больше, чем когда... Ну, это не сомненно. ...ему свою маму там, так сказать, кормить надо еще сколько там детворы. И мне кажется, что если мы попытаемся выкинуть вот эти вот факторы из рассмотрения, то у нас получится примерно такая же липа, как там марксизм или адамсметизм, да. Ладно, но это куда-то тебя заносит. Куда-то тебя заносит. Я просто хотел сказать, и я скажу еще раз, я этот тезис повторю, что свободное программное обеспечение базируется на таком юридическом понятии, как лицензия. Если у нас в правовом поле не существует понятия лицензия, как такового, на любой цифровой контент, то о чем мы, собственно говоря, говорим. То есть, хорошо, нет проприетарной, нет ULA, нет там JPL, нет там, я не знаю, Apache лицензии, еще чего-то. Ну, хорошо, их нет. Никто лицензии не соблюдает, и что будет? Док, а я скажу, вот выбирайся из этой зашоренности, вот посмотри, ты как с Linux столкнулся. Вот я столкнулся, посмотрел, ух ты, что-то работает, еще и больше консолей, чем в DOS, еще и сходники дают, почитать можно. Ну, я с Linux тебе скажу, как знакомился. Мне Linux, Tim Berners-Lee в 1991 году в ЦЕР не показал. Я оттуда пакет дискет привез. Вот я так с ним познакомился. Все мы по-разному, понимаешь как? Но дело не в этом. Еще раз я подчеркиваю, что невозможно существование любого лицензирования в том поле, где лицензий нет. Я тебя пытаюсь из этого как раз вытащить на то, что лицензии, вообще говоря, не догма, а в том смысле, что это механизм подхода через законодательство. Правильно, я именно правильно и говорю. Миш, ты точно говоришь, у тебя СПО другое, у тебя совестливое программное обеспечение. Это другое. Про это СПО другое. Михаил, я знаю, один великий программист российский, к сожалению, ныне покойный, объяснял мне, что в Российской Федерации существует три способа распространения программного обеспечения. Это воровство, грабеж и обмен краденым. Это мы все хорошо знаем. Но давайте мы не будем... Это было когда-то. Мы когда-то жили в таких условиях, когда, да, было три способа распространения программного обеспечения. Я это время прекрасно помню. Я не хочу, чтобы оно возвращалось. Смотри, я собираюсь зацепить эту тему. Миша, 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 потом в кулуарах. Можно? Будьте добры. Знаете, мой вопрос, он усиливает и предпредыдущий вопрос, и вот этот вот. Скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь к гипотезе о том, что использование свободного программного обеспечения, концептуально выгоднее использование проприетарного программного обеспечения, причем оно выгоднее, тем больше, чем больше факторов мы учитываем при расчете, при попытке расчета. Смотрите, не только совокупная стоимость владения, но влияние на бизнес-процессы, благодаря свойствам этого программного обеспечения в долговременной перспективе. Вы-го-да. Я говорю, это очень хороший вопрос, мы это много раз рассматривали. Весь вопрос состоит в том, выгода кому. Приобретателю или продавцу. Вообще-то, вы знаете, я заброшу так, не просто кому. Выгоднее, тем больше, чем шире круг учитываемых факторов, чем шире круг объектов, которым мы вовлекаем в анализ. Это очень хороший вопрос, потому что я могу сказать, что далеко не вы первые его задали, проводились очень серьезные исследования именно в этом направлении. Вот что мы имеем от проприетарного софта. Вот я, если посмотрите, я сказал, вот это результат этих исследований, в которых ваш покойный слуга тоже принимал участие. Вот видите, последний пункт, что свободное программное обеспечение – это сегодня единственное эффективное средство межкорпоративного обмена передовыми технологиями. И это действительно так, это доказано. И никакого другого средства. Вы прекрасно знаете, вы наверняка читаете специальную нашу IT-литературу. Посмотрите, что у нас пишут в журналах по программированию. Прости, Господи. Понять что-то из этой статьи, что там написано. Вы знаете, я написал один код, я вам его не покажу, потому что он проприетарный, но верьте мне, пожалуйста, это хороший код, им надо пользоваться. Вот большинство смысла статей. Другое дело, что это не всем нравится. И скорее мы скажем так, что корпорации, то есть те, кто крупные пользователи программного обеспечения и разработчики программного обеспечения вообще, они охотно в последние годы пошли на концепцию открытого ПО. Вы знаете, есть коренное изменение в отношении к открытому программному обеспечению. Ну что там далеко ходить, например, со стороны Microsoft, который, если мы возьмем 2007 год, когда руководитель Microsoft с высокой трибуны говорил, что свободное программное обеспечение это чума, и мы будем с этой чумой бороться всеми доступными нам способами, сейчас, пожалуйста, мы можем там линуксовый софт под последними версиями винды исполнять. Вот период, но при этом капиллефт их категорически не устраивает. Причем те объяснения, по которым их капиллефт не устраивает, они на самом деле смехотворные. То есть это не серьезные объяснения, это остатки, вот пережитки той самой проприетарной модели, в которой они годами находили. Но концепцию открытого ПО они приняли сейчас всей душой. Вы знаете, сейчас нет более-менее заметной корпорации, которая не вкладывалась бы в открытый суд. Надеюсь, что через энное количество лет они поймут, что и капиллефт является благом, а не злом. Это так, да? Вопрос по поводу, скажем так, защиту измов, но без пояснений. Мне кажется, что вот вы, когда разбирали вариант открытого и свободного без одной свободы, то вот можно было бы зафиксировать, что без одной свободы оно не защищает коллектив. То есть вот капиллефт защищает коллектив для того, чтобы можно было этому коллективу дальше препятствовать возможной деятельности корпорации. И поэтому, мне кажется, они это не очень любят или очень не любят. И, соответственно, формирование любого, большего, чем индивид, коллектива, противостоящего какой-то группе. И, мне кажется, в этом и состоит, возможно, противоречие, о котором они борются. Ну, вы знаете, как, я вам честно, это хороший вопрос, но я вам честно могу сказать, я уже отболел тем периодом, когда я что-то чему-то противоставлял. В конце 90-х, в начале 2000-х, если кто помнит, там кипели войны, там на лоре каждый день Виндикапец предсказывали, там было все такое, да. Давайте уже, понимаете, перестанем воевать, давайте мыслить в терминологии бизнеса, да. То есть мы все так или иначе делаем бизнес, да. Мы не совершаем революцию, мы не пытаемся, там, я не знаю, осчастливить весь мир чем-то, построить какое-то общество свободного программного обеспечения, там и так далее. У нас у всех есть бизнес, да, мы все этим бизнесом занимаемся. Просто у одних бизнес это продажа воздуха в виде лицензии, да, у других бизнес это писание реального программного обеспечения. Вот, на мой взгляд, программное обеспечение тем более реально, чем свободнее у этого ПО лицензии, да. Ну вот, я придерживаюсь таких принципов и много лет пытаюсь доказать, что на свободном программном обеспечении можно делать бизнес. Последний вопрос. На самом деле, тоже в продолжении темы про корпорации, вот как раз, можно, пожалуйста, этот слайд с мифологией, в смысле с фактическим положением дела, вот последний слайд, там был пункт касательно межкорпоративного обмена. Но сейчас мы видим ситуации, например, как в случае с HashiCorp, у них есть вот этот продукт Terraform, которым пользуются те же корпорации типа Амазона. И сейчас, как вот, своего рода реакция на то, что корпорации не возвращают в open source, в SPO, при этом они все используют и используют, HashiCorp, насколько я понял, именно вот эта была причина, перешли на лицензию, которая даже по факту open source не является, вот это business source лиценз. Насколько это действие корректно и вообще, что стоило бы предпринять, вот, по вашему мнению? — Ну, это вообще немножко другая тема, потому что я, вот сейчас мы занимаемся очень серьезными исследованиями, у нас есть заказчик, которого этот вопрос интересует, он спонсирует эти исследования, и они связаны, вот, в частности, с использованием свободных решений для облачных технологий и то, что касается вот нейросетей. Сейчас это наболевший вопрос, да, а как лицензировать продукцию нейросетей, да, вот я сделал нейросеть, вы дали ей запрос, вы ее не обучали, вы дали ей запрос, нейросеть нарисовала картинку, вы ее за 100 миллионов долларов продали, да, вот, чья картинка, понимаете, как. Вот ровно та же история с Амазоном и с использованием облачных технологий. Там все, на самом деле, очень непросто в плане лицензирования и так далее, и так далее. Это следующая эпоха, которая нас всех ждет, мы никуда от этого не денемся, хотя, ну, она многим, и мне в том числе, и мне очень нравится то, что происходит, ну, это будет, это, к сожалению, наше будущее, и мы должны быть готовы каким-то образом в этом будущем существовать и не потерять того, что мы имеем как свободные программисты. Вот. А то, что, ну, отказ от лицензии, ну да, лицензии меняются. Единственное, что изменение лицензирования, оно не должно нарушать, там, те же принципы GPL, да. Если у вас был GPL-ный код, он должен продолжать существовать. Вы можете сделать форк, вы можете его закрыть. Это, в общем, ваше право как владельца программного кода, но при этом исходный, так сказать, текст, он должен остаться открытым и свободным, так как он был в соответствии с лицензией. То есть лицензия, она, на самом деле, обратной силы не имеет. Именно поэтому многие продукты, многие достаточно крупные компании, они выпускают вот так называемым двойным лицензированием, да, то есть ядро продукта выпускается после пенсии. Коллеги, спасибо большое за интересную дискуссию, ну, давайте. Все, спасибо.